Отдать Богу первое место в жизни не всегда легко. Чему мы можем научиться у Моисея? Как научиться ставить Бога выше всех иных приоритетов? Моисей пытался спасти народ собственными силами, но у него ничего не получилось. Из Египта он был изгнан, а его мечты потерпели крах. Спустя несколько десятилетий жизни Моисея в пустыне в качестве пастуха произошло нечто странное. Бог призвал его возродить мечту юности – увидеть народ Израиля свободным от рабства. Но к такому не был готов Моисей. Он не чувствовал себя способным убедительно говорить, чтобы бросить вызов фараону. В этом он был прав. Но Бог сказал ему, кто дал уста человеку? Итак, иди же, при устах твоих буду я, и я научу тебя тому, что говорить. Для Моисея ставить Бога на первое место заключалось в том, чтобы отказаться от надежды на собственные силы и способности. Это означало всецелую, полную отдачу себя и своей жизни в руки Божьей и принятие призыва Божьего могущества. Именно по причине того, что у Моисея не было уверенности в себе, Бог смог через него действовать и освободить весь израильский народ. Подобно Моисею, мы призваны ставить Бога на первое место в своей жизни. Есть особая миссия, которая может быть достигнута лишь в том случае, когда приоритетом нашей жизни является Бог. Это труднодостижимо, но благодаря силе Святого Духа мы можем принять то, что Божественная сила обретается нами лишь тогда, когда мы признаем собственную слабость и всецело доверяем Богу. Моисей поставил Бога на первое место. Его пример побуждает нас поступать так же.